Всем привет! Мы на канале Squadboard Shop. Меня зовут Дима. И сегодня я вам расскажу, как одеваться зимой на горку так, чтобы не замерзнуть. На самом деле это видео для тех людей, которые приходят на гору реально кататься. Те люди, которые приходят попить пивка или посидеть, посмотреть, как катаются их друзья, заскочить в кафешку, пофоткать пару салфачков на телефон, просто одевают самый теплый пуховик и не мерзнут. Но те люди, которые приходят на гору реально кататься, они знают, что вопрос состоит немного в другом. Что тебе главное сначала не вспотеть, потому что ты потом замерзнешь. То есть тебе нужно в течение всего дня оставаться в этом балансе. Лично как по мне, что потеть, что мерзнуть одинаково неприятно. Единственное, наверное, когда ты потеешь, ты не думаешь о том, что ты сейчас прям сдохнешь от холода. Как говорится, жар костей не ломит. Но когда ты катаешься и весь мокрый, это дико неприятно, некомфортно. И на самом деле этого можно избежать. Наверное, многие из вас слышали о такой теме, как теория слоев в одежде. Это не просто пустые разговоры, это реально рабочая тема. Для тех, кто катается зимой на горе, они практически все ее применяют. Кто-то делает это более осознанно, кто-то делает это не совсем правильно. И тем самым запарывает всю эту теорию. Я сейчас расскажу поподробнее, что надо делать, чего делать не надо. И если вы посмотрите это видео до конца, вы перестанете мерзнуть на склоне, перестанете дико потеть. Будете всегда находиться в этом идеальном балансе. Начинается вся эта теория слоев в одежде, конечно же, из термобелья. Он же базовый слой. Это максимально синтетическая хрень, которая забирает влагу с вашего тела. И ее задача максимально быстро высохнуть и передать эту влагу дальше по слоям. Я использую вот такие комбинезоны. Мне кажется, это самое удобное. В них теплее, чем в раздельном термобелье. Снег не заваливается туда, куда он не должен заваливаться. И оно супер универсальное. На самом деле его можно брать с собой в какой-то поход, выйти в мороз погулять. Точно такое же, просто это комбинезон. Люди часто говорят, что термобелье греет. Но это ошибка, потому что вся его задача – это отвести влагу от вашего тела. То есть она находится максимально близко к вашей коже, вы потеете, оно впитывает в себя всю эту влагу. И из-за того, что оно синтетическое, оно быстро высыхает. И передает эту влагу дальше по слоям. Термобелье бывает разной плотности. Бывают всякие утепленные версии с шерстью Мериноса. И там из всяких применений технологий, типа даже Полартека. Но, как лично мне кажется, термобелье должно быть легкое. Чтобы оно просто сделало свою функцию, забрало влагу, вывело. А утеплиться уже следует, наверное, следующими слоями. Также сюда сразу отнесу и термоноски. Уверен, что даже сейчас найдутся люди, которые скажут, что специальные носки для сноуборда за две тысячи – это что-то too much. Но на самом деле, если у вас их нету, но есть сноуборд, можете кататься и без них. Никто вам этого не запрещает, если для вас это дорого. Можете кататься без трусов. Типа самое главное – это желание кататься, на самом деле. Если у вас ничего технологичной одежды нет, есть только толстовка, вообще пофигу. Я 10 лет катался в горах в толстовке, и все было круто. Но просто попробовав технологии, я понял, что вау, ничего себе, можно приходить домой не мокрым и не потным, и не замерзшим. Так что термоноски – это тоже такая же база, как и термобелье. Я думаю, на самом деле, они есть у 99% сноубордистов. Они тоже бывают разной плотности. В термоносках я предпочитаю, наверное, уже более такие плотные носки, потому что в них, в ботинках, более мягкая нога себя ощущает. Но если это, конечно, не совсем там какое-то весеннее катание в поляне, когда там светит солнце, а в футболке можно кататься, да даже тогда, на самом деле, я не парюсь, беру какие-то средние носки, не совсем тонкие. Самое главное, что вы должны помнить в этой теории слоев, что следует избегать вещей, которые долго сохнут. Например, хлопковые футболки, толстовки, рубашки, и всякие ваши стильные модные штучки просто запорят всю эту тему напрочь. Я раньше не шарил, мог одеть на термобелье хлопковую футболку. Не знаю, зачем я это делал. Мне казалось, что, ну, типа, как-то сразу одевать что-то другое, как-то нужно всегда одеть футболку. И получать, ну, как бы, и этим самым я запарывал все эти слои. То есть термобелье выводило влагу наружу, оно выводило ее в хлопковую футболку, футболку намокало, а хлопок сохнет, там, несколько часов, в то время как термобелье сохнет, там, несколько минут. И поэтому бывает часто такое, что люди покупают себе какие-то навороченные куртки на Гортексе, на всех технологиях, и одевают под нее толстовку хлопковую, и все. И, как бы, все эти слои просто перестают работать, вы мокнете и думаете, что куртка или, там, флиска, или термуха на самом деле не работает. Но вы сделали ошибку, одели какую-то вещь, которая промокла и долго сохнет. Поэтому дальше на термуху мы одеваем флиску. Флиски тоже бывают разные. Они бывают легкие, бывают поплотнее, бывают вообще суперплотные, какие-то, там, с военными технологиями, из Палартека, бывают дешевые китайские, бывают средние. Ну, всех ценовых категорий, на самом деле, есть флиски. Не советую, откровенно, какой-то Китай, потому что у меня есть какая-то, там, китайская подделка Коламбии. Мне кажется, она вообще, ну, типа, в себе задерживает всю влагу. Лучше купить себе какой-то нормальный, качественный бренд. Нет, он стоит не так дорого, но зато он будет греть, даже когда он мокрый. Третий слой у нас идет уже непосредственно ваша куртка, штаны. Ну, флис на ногах мы, как обычно, не носим. Ну, это, в общем, ваша куртка. Что по курткам? Раньше, когда я приходил в магазины, я видел вот эти вот такие куртки, которые похожи на клеенку. И они стоили, как правило, там, по 20-30 тысяч. Я думал, что? 20 тысяч за клеенку? Я пойду себе лучше куплю за 10 куртку, которая еще и утепленная. Но на самом деле, я просто не знал, в чем прикол, я ошибался. Весь прикол таких тонких курток и штанов, их еще называют шкурой, состоит в том, что в них используется обычно самая крутая мембрана. Мембрана в одежде так устроена, что она не позволяет влаге снаружи проникать внутрь. Ну, то есть вы не мокнете от снега, от дождя, но она может выпаривать всю влагу наружу. То есть можно просто надеть какой-то клеенчатый плащ без мембраны и понять, что ты в нем, как в парнике. Ты просто потеешь, тебе некомфортно. Тебе нужно вывести всю эту влагу. Это позволяет делать мембрана. И мембрана между собой отличается. Чем дешевле мембрана, тем ниже ее показатели, ниже паровыводимость и водонепроницаемость. И вот в таких шкурах, о которых я говорил раньше, эти показатели обычно высокие. К слову, раньше я обращал внимание почему-то только на водонепроницаемость. Я думал, круче, когда как бы мембрана, там, ты можешь под дождем ходить, да, его видели по-любому, разные видео, где люди там под душем стоят в этих куртках и типа они не намокают. Но на самом деле, как показывает практика, большинство людей катается в таких условиях, когда, ну, там, 10-15 тысяч водонепроницаемости вполне хватает, потому что это зима, минус, снег не такой уж и мокрый, ну, просто там особо влаги нет. А вот паровыводимость, это всегда очень важный фактор. Сейчас есть мембраны, такие как экспор у Питчер Органик или там Фитчер Лайт у Норфейса, они, там, у них показатели по заявлению производителей достигают практически, там, что-то не сто тысяч, то есть, как будто бы ты, там, все вообще у тебя вот так испаряется. Они это доказывают всякими своими исследованиями, показывают, как там вода не проникает в мембрану, но пузырьки воздуха свободно выходят. Это на самом деле рабочая штука. В общем, прогресс не стоит на месте, инженеры создают какие-то новые технологии, поэтому, когда ты приходишь в магазин и видишь куртку за 50 тысяч, не стоит этому так сильно удивляться. Люди над этим работали. Возможно, это too much для кого-то, кто ездит пару раз на какие-то местные горнолыжки, но для людей, которые, там, по несколько месяцев в сезон, а то и больше проводят в горах, это окупается комфортом при катании. На самом деле, все мембранные вещи сверху пропитаны специальным слоем, который не дает воде скапливаться на внешней ткани. И часто бывает такое, что верхняя ткань начинает промокать, потому что эта пропитка имеет свойство как бы вымываться под дождем или снегом. Через какое-то время она всегда вымывается, и верхний слой начинает промокать. Тогда люди думают, что все, мембрана перестала работать, с ней что-то случилось, либо куртка плохая, бренд плохой, мембрана плохая. На самом деле, это просто смылся этот слой пропитки. Ее можно купить в любом магазине, занимающемся сноубордами, путешествиями. Но главное, чтобы она была именно для мембранных вещей, потому что бывают пропитки для обуви, всякие грубые, которые просто всю мембрану вам не позволят ей дышать, все поры забьют. Так что не надо бояться, когда у вас сверху ткань начала мокнуть, это нормально. Просто надо пропитать куртку этой пропиткой. Мембрана внутри, все еще живая, все еще готовая дышать и все такое. Еще люди часто говорят, что очень сложно стирать мембранные куртки, но их главное не стирать порошком, потому что порошок содержит как бы такие маленькие частицы и вот эти частицы забивают поры в мембране и она перестает дышать. Можно постирать ее даже на самом деле обычным гелем для стирки, ничего не случится, но, к слову, я свои мембранные вещи вообще не стираю, потому что, не знаю, пусть они немного грязные, ничего страшного, но ничего страшного, если их и постирать. И дальше последний слой, четвертый, ну, он, наверное, последний для сноубордистов и лыжников, там, я видел, в военной промышленности чуть ли не до восьми слоев может доходить, но нам так много не надо, нам все-таки нужно комфорт в движениях и все такое. Это легкая пуховка. На самом деле, вот эта штука как раз-таки и делает ваше катание суперкомфортно. Представьте, что вы катаетесь в горах, на улице, там, например, минус 15, вы поднимаетесь на подъемнике, например, это просто обычный кресленый подъемник и, как правило, это самый холодный момент в вашем катании. Вы на все это, на все эти три слоя, термуха, флиска, мембрана, шкура, сверху, пока едете на этом кресленом подъемнике, накидываете пуховую куртку. Вот. Вам довольно комфортно, ни жарко, ни холодно. Если бы этой пуховой куртки не было, наверное, все-таки было бы холодно. Поднимаетесь. Возможно, первый раз спускаетесь даже в этой пуховой куртке и понимаете, что вам становится жарко. Просто убираете ее в рюкзак, катаетесь дальше. Как вам становится холодно, одеваете ее. То есть, это тот слой, который вы постоянно можете одевать, снимать. Его можно носить под мембранную куртку, но думаю, что это не так удобно постоянно ее снимать. Но это, наверное, удобно, когда на улице уже ну прям совсем холодно. То есть, когда там минус 20-30 уже, наверное, и то, когда активно катаешься, попадаешь в какой-то там ручей, я не знаю, приходится ходить пешком, ты все время сконцентрирован. Очень редко бывают такие моменты, когда при катании тебе холодно. Самый холодный момент это когда ты поднимаешься на кресленном подъемнике, на бугеле, ждешь кого-то, там где-то остановился, вам надо, не знаю, какого-то сломали скрепление, вам надо там все это что-то где-то постоять, поменять, посидеть, отдохнуть. Вот. Тогда в ход идет пуховая куртка. Она суперкомпактная. Обычно они складываются к себе же в карман, либо в какой-то мешочек. Вообще ничего не весят, но греют очень даже ничего. Поэтому вот, наверное, вот самый секрет этих слоев, лично для меня, это вот эта вот куртка, которую ты постоянно на подъемнике, ты ее накинул, из рюкзака достал быстренько, бах, поднялся, все, там ветер дует, у тебя там четыре слоя, у тебя ничего не продувает, у тебя еще мембрана, все, приехал, там снял, катаешься, даже посреди склона остановился, понимаешь, что тебе жарко. Просто сбросил ее, кинул в рюкзак, раз уж мы разговариваем с вами о слоях, давайте уж тогда поговорим о вообще всем, что мы одеваем на себя, потому что что, что нет-то? Руки-то у нас тоже надо чем-то защищать, вот, варежки или перчатки. Я, кстати, как-то в своем одном видео спрашивал у вас, что вы выбираете варежки или перчатки, не особо много получил ответов, спрошу еще раз, я всегда выбираю варежки, и я, кстати, всегда выбираю варежки Дакайм, это не реклама, просто их много в склоте, и прикол в том, что их много на любой цене, чуть ли не от двух до двадцати тысяч, вот это, в этом сезоне у меня самые бомбовые варежки Феникс, я сниму про них какой-нибудь тоже видос с Шри Геша, кстати, мы в него скоро улетаем, уже буквально вот-вот, и будем снимать вам всякие там тесты, если вы не приедете, вам придется сидеть дома и смотреть, как мы там катаемся на всяких крутых досках для фрирайда, по трассе, по ходу дела, потому что, по прогнозу, что-то снега не особо много будет, так вот, не рекламирую вам варежки Дакайн, просто у них реально куча моделей, и они, это такой бренд, который не берет лишних бабок за свой бренд, то есть, это не самый дешевый бренд, но и не самый дорогой бренд, как бы, крутой середняк, который, если это топ, то это реально топ, но ты не переплачиваешь за имя, как бы, но сделано все на супер качественном уровне, то есть, даже варежки, перчатки за 3, 4, 5 тысяч будут очень крутые, круто шиты, будут работать, возможно, даже будут иметь какие-то технологии, я видел, по-моему, самые дешевые варежки на Гортексе, это Титаны, они стоят что-то 6-7 тысяч, на последний раз, когда я видел, ну, и это, типа, круто, варежки с технологиями, греют руки, в общем, это, что касается рук, раз уж я даже про термоноски рассказал, то почему бы не рассказать про варежки, а еще пара лайфхаков, ну, про балаклаву я не буду говорить как лайфхак, просто, типа, лицо всегда надо чем-то закрывать, мне кажется, все знают об этих штуках, их обычно всех много, разных цветов, типа, можно свой стиль даже менять этими штуками, но вот реально, что для меня было в прошлом году открытием, я снимал видос, только тогда упоминал об этой штуке, как я собираю свой чехол, тогда я их еще не тестил, короче, это шорты быстросъема, которые ты можешь просто по бырику скинуть с себя, это мега-крутая штука для таких курортов, как Шри-Геш, где, ну, как бы, Сибири, зимой минус 20-30, и реально, вот, ну, ты едешь на, там, кресельном подъемнике, просто, ну, не так много курортов в горах, где много, где развито, прямо именно, кресельные подъемники, обычно везде, это, типа, по кабинке, вот, и ты всегда едешь, и мой друг постоянно плакал, что у него, что ему, он пойдет в магаз и купит себе этот поджопник, который такой, типа, туристический, потому что, ну, типа, ну, холодно, сидеть на, типа, в минус 30, на лавочке, грубо говоря, на протяжении, там, 15 минут, я же не испытывал вообще ничего подобного, я был всегда в суперкомфорте, это прям, ну, я прям сидел и угорал над ним, типа, чувак, давай сходим и купим тебе этот поджопник, будешь, типа, с поджопником ездить, а я себе просто пошел в магаз до этой поездки и купил себе вот такие шорты, быстросъемные, это могут быть как штаны, так шорты, так и штаны три четверти, очень крутая штука, очень круто, что они быстросъемные, потому что, как-то, мы пошли в прошлой поездке в скитур, и когда идешь в скитуре, тебе становится супер жарко, ты там весь раздеваешься, и я подумал, что, блин, в этих шортах очень жарко, и то, что они быстросъемы, это, ну, вообще не составляет труда, просто там, типа, приспустил штаны, расстегнулся, закинул их в рюкзак, все, типа, потом что-то там посидел где-то, потусовался, понял, что тебе все-таки стало холодно, скинул там свои штаны до колен, одел шорты, все, ты, типа, снова в комфорте. Вот такой, типа, флиз для наших ног, потому что все, что я рассказывал, наверное, больше относилось там, типа, к верху, но, кстати, еще такая тема, что, если вы катаетесь в защитных шортах, это тоже работает как согревающий слой. И, типа, когда ты сидишь на том же самом подъемнике, ты сидишь, ну, как бы на этой защите, грубо говоря. Поэтому люди, которые вообще не принимают защиту, потому что, типа, они там не падают или там, типа, защита для новичков, считают, наверное, вот, это как минимум работает, как просто, типа, согревающий слой. Так что, давайте подведем в том итоге. Сначала у нас идет бейс-леер, базовый слой, термуха, любая, синтетическая. Если вы прям супермерзлявый человек, берите потолще, если, если нормально переносите, берите просто тонкую, чтобы она максимально быстро выводила влагу. Ни в коем случае на нее не надеваем сверху никакие хлопковые футболки, толстовки, рубашки, всю эту фигню оставьте, чтобы вечерком сходить куда-нибудь посидеть в барчике. На гору одевайте на термуху следующим слоем флиз. Потом у нас идет мембранная куртка. Блин, крайне не советую вам реально покупать какие-то мембранные пуховики, суперутепленные куртки. Ну, типа, реально будет, ну, вот, вы вспотеете, и вам некуда будет деть эту куртку. Лучше купите пуховку и этим самым регулируйте, то есть, снимая, надевая ее сверху, под мембрану, на мембрану. И вам, вы всегда, гарантирую, будете оставаться в комфорте. Когда вам будет становиться холодно, вы сможете утеплиться. Когда вам будет становиться жарко, вы сможете снять ее и охладиться. Плюс еще вы становитесь более универсально одетым по сезону. То есть, эту мембранную шкуру вы сможете использовать весной. Все будет круто. Вы сможете ее, там, если это прям совсем жаркое время года, можно ее чуть ли не на термуху одевать, можно на какой-то тонкий флиз. Зимой, ну, вот опять же, как я уже все это рассказал с пуховкой, то есть, вы с помощью этих слоев становитесь более гибким. То есть, если у вас будет просто теплая куртка, вы весной в ней не покатаетесь. Вам будет слишком жарко. Вот как-то так. Получилось, как получилось. Рассказал все, что знаю. Проверил на себе. Реально работает. Чего вам советую? Не мерзнуть, не потеть. Кататься в комфорте. Много не сидеть на склоне. Приходить на горку и кататься с утра до вечера. Получать незабываемое удовольствие. Чаще ездить в горы. Фотографировать, снимать, прыгать, скользить по деревьям, по всему, что движется. Смотреть новые места. Спасибо, что вместе со мной были все это время. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова